всем привет всех с наступающим новым годом всем спасибо за поддержку за то что продолжаете учиться вместе со мной android разработки и так сегодня у нас последний урок в этом году сегодня мы продолжаем доделывать bluetooth модуль у нас специальная библиотека с помощью которой мы будем делать много интересных проектов которые нуждаются bluetooth подключение то чтобы передавать принимать данные и так далее итак сегодня на уроке мы сделаем сохранение устройств у нас есть уже выбор устройства у нас отмечается уже только одно устройство это мы все уже наладили на прошлом уроке но теперь нужно это устройство сохранять чтобы когда мы возвращаемся в приложении открываем опять список устройств у нас это уже устройство выбрано ну и она еще хранится в памяти вернее mac адрес хранится в памяти и после если мы решили сделать соединение по mac адресу то у нас уже есть mac адрес выбранного устройства то есть всегда когда мы выбрали к это устройство она сохранится мне его mac адрес сохранится в памяти поэтому при соединении с bluetooth устройством будем всегда соединяться с тем устройством mac адрес которого записан в памяти вот и все так что для Для этого нам понадобится, идем в device-list-фрагмент, и здесь мы создадим переменную. Для того, чтобы использовать ShedPreferences класс, этот класс нам позволяет записывать и считывать значения в виде ключ-значения. То есть ключ это то, под каким ключом мы записываем данное значение, и значение то, что мы хотим записать. Private var.preference. Preference это у нас будет ShedPreferences. Все. Изначально у нас будет равно... Так, не так написал. Изначально у нас будет равно now, данная переменная. Отлично. Все. Создали переменную, и теперь мы должны ее инициализировать. Ну давайте ее инициализируем сразу вот здесь в UnviewCreated. Хотите, можете создать отдельную функцию для этого, но в принципе у нас здесь будет только одна строчка кода, поэтому можно здесь сразу инициализировать. Preference равно. Для того, чтобы инициализировать, мы должны это сделать с помощью Activity. Но у нас Activity может быть равно now, поэтому мы выбираем Activity, знак вопроса, точка, и берем Get ShedPreferences. Итак, для того, чтобы выбрать ShedPreference, мы должны указать, то есть, чтобы создать место в памяти, мы должны указать название, грубо говоря, таблицы, где мы будем записывать ключ-значения. Вот представьте себе лист бумаги. Этот лист бумаги, даем ему название, и на этом листе бумаги мы будем записывать под определенным ключом какое-то значение. Записали один ключ, значение, другой ключ, другое значение. Но все это пишется на этом листе. Так вот, вот здесь мы должны дать название этого листа. Грубо говоря, название хранилища, которое мы хотим создать сейчас. И в него уже записываем. Поэтому Preference будет указывать на это хранилище, на место, название которому мы сейчас дадим. Но для того, чтобы после не запутаться, потому что нам нужно будет еще давать название ключа, а именно для того, чтобы записать MAC-адрес, мы можем использовать константы. Так будет намного проще, и мы тогда не ошибемся. Для этого просто вот в этом пакете, где у нас находятся все классы, мы можем создать отдельный класс, Object, это у нас будет... Выбираем Kotlin class file, выбираем Object, чтобы его не индивидуализировать, а просто напрямую брать его константы. И назовем, к примеру, Bluetooth Constance. Bluetooth Constance. Готово. Все. Bluetooth нужно было написать с Е. Ну давайте сделаем рефактор все-таки. Правая кнопка мышки. Не Нил. Выбираем рефактор. И делаем Rename. И здесь напишем не Bluetooth, а Bluetus. То есть с Е. И ставим Constance. Рефактор. Все, готово. И все, здесь создаем две константы. Первый это будет constval. С большими буквами будем писать константы. Это у нас будет, ну допустим, Preference. Preferences. Равно. И здесь, то есть под этим значением, под этим словом, у нас будет храниться что-то. Какое-то слово. Это будет название нашей таблицы, где мы будем записывать значения. Давайте назовем его, к примеру, просто MainPreferences. Все. Все. И вторая константа у нас будет хранить, вернее не хранить, это будет ключ для MAC адреса, для того, чтобы его записать. Все. Просто MAC. Так, ну все, готово. Константы созданы. Идем в Device.ListFragment. И вот здесь, где у нас просит ввести название нашего ShedPreference, мы здесь указываем просто-напросто с помощью Bluetooth Constance.Preferences. Все, название дали. И здесь указываем ModPrivate. Для этого мы берем Context.ModPrivate, что к данной таблице, к данным Preference, только может получить доступ в наше приложение. Для этого мы указываем ModPrivate. Все, здесь мы инициализировали, теперь нам нужно с помощью Preference записывать и считать. Сначала давайте создадим функцию для записи, ну где-нибудь вот здесь, перед функцией Unclick. Здесь указываем Private Fun, создадим функцию, это у нас будет Save Mac. К примеру, Save Mac. Мы сюда должны передать сам Mac-адрес. Вы увидите сейчас, откуда мы его берем. И прописать логику, как этот Mac-адрес сохранить. Все. Открываем, скрываем фигурные скобки. Переходим на следующую строчку. И здесь уже прописываем Val. Создаем сначала Editor. Нам нужен Editor, с помощью которого мы будем записывать. Равно Editor берется из Preference, поэтому пишем Preference.Edit. Все, и нам выдает Editor. У нас Preference может быть равно Null, поэтому указываем с нового вопроса, если не равно Null. Ну и дальше с помощью Editor мы можем уже записывать. Просто тогда просто пишем Editor. И здесь у нас есть PutString. PutString. PutString нас просит ввести два значения. Первое будет ключ, и второе это значение. Ключ вы уже знаете, мы его создали. Это любое слово может быть в виде стринг. Можете что угодно написать. Но если напишите что угодно, чтобы после получить это значение, нужно указать этот ключ. А если вы не помните этот ключ, либо неправильно напишите хотя бы одну букву, тогда вы не сможете получить это значение. Поэтому мы указываем, используем константы, тогда мы уже точно не ошибемся, потому что я просто впишу сюда Bluetooth Constance. и мне сразу выдают подсказку. Mac, все. Я могу даже не знать, что там написано, забыть. Но я знаю, что это одно и то же. И теперь, чтобы в следующий раз получить MAC-адрес, я опять же беру эту константу. Так что я уже никак не ошибусь, понимаете? В этом есть разница. Запятая, и вот сюда уже, то есть мы указали ключ, под которым мы хотим записать значение. И передаем само значение MAC-адрес, которое передадим в эту функцию. Пишем MAC. Все. А на нас здесь ругается, потому что после того, как мы создали, вернее, взяли Editor из Preference, мы взяли Edit, то есть мы хотим редактировать данную таблицу, наш Preference. И теперь мы здесь добавили значение, теперь нужно это все применить. А для этого мы пишем Editor, он же может быть равен на, значит указываем так вопроса, точка, и у нас есть Apply. Применить то, что мы сделали, а именно добавить туда стринг под ключом MAC. Все. Таким образом, когда мы передаем сюда любой стринг, он сохраняется под вот этой константой MAC. Теперь, как мы сохраняем и где мы сохраняем? Ну, естественно, мы сохраняем вот здесь. Когда мы выбрали устройство, мы сразу же его сохраняем. Если вы не смотрели прошлый урок, либо забыли, то советую вам его пересмотреть, потому что там мы создавали как раз таки интерфейс, который передает нажатие вот сюда, на Device List Fragment. Поэтому мы знаем, на какое устройство нажали. Таким образом, мы знаем, какое устройство пользователь выбрал, его и нужно сохранить. Каким образом мы это делаем? Очень просто. У нас уже функция написана для сохранения, только нужно взять MAC-адрес устройства. Потом пишем Save MAC. И у нас есть Device. Это у нас List Item, правильно? На который мы нажали. И в нем уже есть, пишем Device, точка, уже есть MAC-адрес, есть MAC-адрес, есть Name, есть Is Checked или нет. Мы выбираем MAC-адрес. Вот и все. Поэтому этот MAC-адрес сохранится. Но это только сохранение MAC-адреса. Теперь мы еще хотим отмечать, когда пользователь возвращается опять на список. Ну, допустим, он закрыл приложение и вернулся. Сейчас что у нас происходит? Пользователь заходит в список, и у нас ни один элемент не отмеченный. Он отмечает какой-нибудь Bluetooth-модуль, выходит из приложения, возвращается, и опять ни один элемент не отмеченный, потому что мы ничего не сохраняли. Но теперь мы сохраняем. Но сохранить это недостаточно, потому что мы сохранили MAC-адрес, у нас есть в памяти, хранится MAC-адрес. Но это не значит, что у нас теперь будет само автоматически отмечаться в списке, понимаете? Я думаю, это логично. Так что что нам теперь нужно сделать? Теперь нам нужно сделать следующее. Когда мы получаем список Get Pirate Devices, то мы что делаем? Мы перебираем этот список и берем оттуда только нужную информацию. Название и адрес. Ну и здесь false всегда указываем. Из Checked или нет. Поэтому если у нас там есть пять устройств, мы берем из DeviceList, вот оно, пять устройств. Их перебираем с помощью цикла ForEach. Раз, два, три, четыре. Таким образом, в лист, который мы создали пустой, добавляется пять устройств. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Но добавляется, как наш элемент, наш класс ListItem, потому что мы не хотим брать весь Bluetooth Device. Там много разных данных. Мы просто берем то, что нам нужно. Это название и адрес. Но вот теперь здесь-таки мы можем проверять, если этот адрес, то есть MAC-адрес этого устройства, мы их все по очереди же добавляем, и у каждого устройства, каждое устройство мы будем сверять с тем MAC-адресом, который мы сохранили. И если есть совпадение, то у этого устройства, вот здесь мы выбираем True. Поэтому у нас будет список из устройств, но одного из устройств, если мы его выбрали, если пользователь его выбрал, и оно хранится в памяти, здесь выберется True. Так что после в адаптере мы можем проверить, если там True, то его отмечаем. И таким образом у нас не только сохранится MAC-адрес, но еще когда пользователь вернется на список, там будет отмечено это устройство. Вот в принципе все. Мы можем это сделать в две строчки, написать переменную, чтобы было проще понять и после сюда ее добавить. А можем сразу здесь это сделать. Смотрите. Просто-напросто, вместо того, чтобы передавать Boolean False, мы сейчас сделаем следующее. Мы берем с помощью Preference, у нас же может быть равно null, поэтому указываем знак вопроса, точка, и берем GetString. Когда мы записываем, мы указываем PutString с помощью эдитора. Но для того, чтобы получить данные, нам не нужен никакой эдитор. Мы просто-напросто с помощью Preference, уже есть там функция, GetString. Нужно просто указать ключ, так, не так написал, пишем Bluetooth Constance.Mac, запятая, и нужно указать значение по умолчанию. Но у нас будет просто пустота. Это значит, что если у нас нет никакого значения записанного, то должно выдать какое-то значение по умолчанию. Потому что что-то должно выдать. В данном случае я просто указываю пустоту. Если у нас еще нет никакого устройства, выдаст пустоту, и мы сделаем сравнение. Если у нас есть или нету, без разницы, мы просто-напросто сравним с id.address. С MAC-адресом данного устройства, которое мы на данный момент добавляем в список. То есть каждое устройство мы будем проверять. Раз, два, три, четыре, пять. И в одном из устройств, если уже пользователь заранее выбрал, уже какой-то MAC-адрес сохранен, то в любом случае у одного устройства будет вот здесь совпадение. Потому что MAC-адрес сохраненного устройства совпадет с MAC-адресом этого устройства, потому что мы их перебираем, когда в списках добавляем. Поэтому здесь запишется true. У одного устройства запишется true. То есть видите, вот это условие выдаст true либо false. Если нет совпадения, выдаст false. Если есть, true. У нас такое может произойти только у одного устройства, потому что мы не можем записать сразу 10 устройств в память. Мы записываем только один MAC-адрес, поэтому только выберется одно устройство. Вот и все. Дальше это все передается в адаптер и готово. Но ничего не сработает, потому что в адаптере, где у нас есть этот адаптер, так, база активити, не то, item-адаптер. В адаптере мы эту логику не прописали. Мы передали вот сюда этот list-item. у него взяли, как вы видите, name и MAC и показываем в списке. Но checkbox мы здесь не трогаем. Если отмечаем, то мы, конечно, там все уже сделали. У нас есть эта логика selected checkbox и так далее. То, что мы сделали на прошлом уроке. но мы не проверяем, у какого элемента уже отмечено. И здесь мы можем сделать все очень просто. Мы просто проверяем if, если у нас item, то есть элемент, который мы сейчас рисуем, который нам придется информацию, list-item. is-checked, если мы сюда передали, то есть когда было совпадение, в list-item мы сюда передадим в одном из устройств true. Поэтому, если в одном из устройств будет совпадение, item будет is-checked, если он будет true, то мы должны запустить эту функцию selected checkbox и передать туда этот checkbox из этой функции. Вот и все. Пишем. Но это нужно сделать с помощью адаптера. Adapter.selectedcheckbox и сюда передаем этот checkbox. Checkbox. Потому что он у нас уже находится в разметке. Все, поэтому мы выбираем. Здесь что мы делаем? Здесь мы делаем то же самое, что мы делаем при нажатии, когда мы делали на прошлом уроке. И просто нажимали пальцем. Только здесь мы это делаем с помощью программирования. Мы проверили, если устройство выбрано, то как бы симулируем нажатие пальцем. Выбираем select и checkbox. И у нас отмечается одно устройство. Вот в принципе все. Мы можем проверять, и вы увидите, что у нас все будет сохраняться, и все будет работать. Логика простая. Эта функция у нас уже была заранее прописана. Просто теперь, чтобы ее запустить и передать туда этот checkbox, допустим, у нас там будет пять устройств. У каждого устройства будет элемент из списка, правильно? Потому что мы показываем список. И у них есть у всех checkbox. Но только на одном checkbox, вернее, на одном элементе из списка будет совпадение и будет item из check it true. Поэтому там, где будет совпадение, этот checkbox мы и возьмем и передадим в select checkbox, чтобы у нас он отметился, у этого элемента. Вот поэтому у нас отметится. Здесь мы просто делаем визуальную часть, потому что в реальности, если бы мы это не сделали, у нас все равно будет MAC-адрес выбранного устройства. Но пользователь, если вернется на список, он не будет помнить, какое устройство он выбрал. Так, ну давайте проверять уже на реальном устройстве. Ну все, запускается. Вот смотрите, сейчас так, включаем, включаем Bluetooth-устройство. Так, запускаем. Готово, появился список. Пока что ничего не выбрано. Выбираем. Допустим, выберем, не знаю, Energy Tower. Все, выбрал. Вот теперь, если я выйду и вернусь, то у меня будет все отмечено. Закрываем приложение. Открываем приложение и смотрите, у нас так и выбран этот Energy Tower 5. Все. То есть у нас все сохраняется в памяти и еще после отмечается. Можем выбрать любое устройство, оно теперь сохранится в памяти. Так что советую вам проверить, если у вас все работает, значит вы готовы уже к следующему уроку. Ну а на этом урок подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Желаю вам хорошо провести новогодние праздники и жду вас на канале в новом году. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok